Прекрасная погода, свежий воздух и живописные виды Самарской луки. Областные лыжные гонки с Акульей горы давно в топе лучших марафонов. Они входят в серию «Раш и лопят». Каждый год в Самару приезжают лыжники из самых разных уголков России и не только. Каждый год плюс 30% увеличивается новых участников. Воздух, снег, вот эта вот природа. Просто посмотрите, какая сегодня красота, да, солнце. Просто душа поет, чтобы выйти, проехаться на лыжах. География растет и расширяется. Да, в этом году три страны, соответственно, достаточно большое количество, практически всю Россию мы охватили. Трасса марафона проходит по живописным местам. Это окрестности Соколиев гор. Ну, это, наверное, главная изюминка наших соревнований. В том, что спортсмены могут во время соревнований любоваться пейзажами, замечательными пейзажами, которые находятся в Самарской области. Полюбоваться пейзажами и побороться за титул чемпиона Кай Увеленонг и Карстен Хан приехали в Самару аж из Саксонии. Рассказывают, первая ночная гонка настолько понравилась, что решили остаться до окончания марафона. Мы впервые в Самаре. Приехали сюда чуть заранее, чтобы познакомиться с местностью. У вас невероятно красивые горы Жигули, приветливые люди и очень хорошо организован марафон. Мы участвовали в ночной гонке. Рады, что снова приехали в Россию. А вот Максим Черезов приехал в Самару из Ярославля. Признается, занимается лыжным спортом уже давно, но на Соколях горах впервые. Трассу уже оценил. Отличные условия для того, чтобы заявиться на самую длинную дистанцию. 50 километров. Для подготовленного спортсмена, который постоянно тренируется, в принципе, проблем-то нет в такой дистанции. В том году я преодолел 12 марафонов за сезон. Хочется побороться за призы здесь. И в Самаре побывать захотелось первый раз. Ну, узнал на сайте Рашлопе. Давненько собирался уже. Вот в этом году получилось приехать. За все дни марафона Соколья горы преодолела трассу почти 800 спортсменов, более чем из 120 населенных пунктов России, Казахстана и Германии. Соревнования прошли при организации Министерства спорта и Городского департамента физической культуры. Ольга Павлова, Гульфия Сафина, Константин Головин. События.